Вопросы развития и роста культурной промышленности республики обсудили на заседании в художественном государственном музее. В круглом столе приняли участие официальные лица, мастера народных промыслов, а также руководители центров чувашской продукции. Вопросов у народных умельцев накопилось немало. Разобраться в них пыталась Анастасия Алексеева. В средние века ремесленники составляли основу городского населения. Сегодня, в век автоматизированного производства, мастера кустарного труда встречаются реже, но их творения мало кого оставляют равнодушными. Каждое изделие ручной работы уникально, как и культурные традиции, которые они несут в себе. Можно, я как говорил, белую рубашку везде купить и в Америке, и в Китае, и в Европе, и в России. Но вот эти узоры, вот эти вышивки, вот эту красоту, которая приукрашивает и одежду вообще, и лицо любого человека, любой семьи, любого общества, и прежде всего чувашского народа, который производится и делается мастерами на чувашской земле, нигде мы не можем достать. Продукция с чувашской национальной символикой пользуется большой популярностью у туристов. Поэтому очень важно сделать ее доступной каждому. В ближайшие годы в республике запланировано большое количество спортивных и культурных мероприятий международного и всероссийского уровня. Именно там мастера художественных промыслов смогут не только продемонстрировать свои творческие успехи, но и заработать средства на дальнейшее развитие. Минэкономразвития Чувашии в рамках этих событий всегда сотрудничает с местными умельцами. За последние четыре года на поддержку народно-художественных промыслов выделено порядка 13 миллионов рублей. Я понимаю, что это небольшие все средства для того, чтобы такую отрасль, как народно-художественные промыслы, ее содержать, ее развивать. Поэтому в текущем году я надеюсь тоже, что мы сохраним эту поддержку, сохраним взаимоотношения, сохраним понимание и развитие. Финансовая поддержка не единственный важный аспект. Основная задача, как отметил Владимир Аврелькин, создание условий для реализации продукции народных мастеров. Сегодня товары с национальной символикой ручной работы можно приобрести на ярмарке «Город мастеров» и на бульваре купца Ефремова. Однако на Арбате часто встречаются изделия массового производства и сувениры из других стран. Участники круглого стола считают подобное неприемлемым. Мне кажется, надо к летнему сезону, и особенно, как вы правильно сказали, когда будет поток туристов, чтобы они не увидели там перепродажу изделий из других стран на нашей чувашской земле, когда мы приглашаем весь мир к себе в гости. Чтобы каждый приезжий смог почувствовать дух чувашского народа, нужно знать традиции и соблюдать правила в технике росписи и вышивки. Их нельзя смешивать, уверена заслуженный художник России, народный мастер Мария Симакова. В художественном музее в честь ее 80-летия открылась выставка. Экспозиция состоит из ста произведений. Кажется, и жизни не хватит, чтобы проделать такую работу. Я, когда прихожу на выставку Марии Васильевны, всегда испытываю какой-то особый внутренний художнический подъем. Просто я смотрю на них не как на вышивку отдельно. Они действительно выражают какой-то самый особый внутренний смысл в этих узорах. Там какие-то возникают образы, это какая-то тайна. Как боги хранили на Олимпе свои мироздания, тайны мироздания, так что она нашла свой мир в этих узорах. Работа действительно выглядит монументально, но несмотря на восторженные отзывы почитателей, сама Мария Васильевна относится к этому философски. Спасибо вам всем, дорогие наши, кто пришел, кто не пришел, придут еще, посмотрят. Может быть не всем понравится, кто как знает. Пусть оценят, каждый по-своему. Но в общем все равно это дело доброе, зря так не пропадает оно. Выставка вышивки продлится в художественном музее в течение месяца. А к лету эти и другие работы получат постоянную прописку в музее вышивки. Он откроется ко дню республики. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.